Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Серпуховский лифтостроительный завод, из-за долгов которого является фигурантом уголовного дела. Обе компании обанкротились. Сотрудникам по полгода не платили зарплату. К Шарипову предъявлено обвинение в уклонении выплаты зарплаты 500 сотрудникам на сумму 55 миллионов рублей, пишет навигатор. По его данным, проблемы Шариповы не должны сказаться на реализации проекта «Вятских полянах». Об этом изданию заявил коммерческий директор «Высоты 43» предприятий. И сейчас, по его словам, ежемесячно реализует 75 лифтов. Программа Экономика. Получить льготы по налогам через МФЦ стало проще. Теперь не нужно предоставлять подтверждающие сведения, если речь о транспортном, земельном и налоге на имущество физлиц. При необходимости налоговая служба самостоятельно запросит сведения у тех органов, организаций для должностных лиц, у которых они имеются. Это предусмотрено поправками в федеральное законодательство, которые вступили в силу с этого года. Гражданам достаточно направить заявление в налоговую инспекцию или в центр моей документы. Заявителю понадобится паспорт и согласие на обработку персональных данных. Экономика на 101 ФМ. Далее информация от наших партнеров. Если в компании нет специалиста по охране труда, вопросы этой сферы остаются без внимания. Такой подход может привести к серьезным последствиям. Хороший выход – аутсорсинг охраны труда, позволяющий сэкономить на приеме сотрудников штата оборудование рабочего места, считает директор по развитию образовательных программ Кировского центра охраны труда Дмитрий Хохлов. Трудовым кодексом не случайно предусмотрена возможность передать охрану труда на аутсорсинг. Более того, для компаний с численностью работников до 50 человек это, можно сказать, рекомендуемо законодательством меры. Поскольку всем понятно, что содержать штатного специалиста на малом предприятии – почти фантастика. Объем работ по охране труда, который в режиме аутсорсинг выполняет Центр охраны труда, определяется гибко, в зависимости от потребностей заказчика. Это может быть аудит, действующий в компании документации, а также организация работы по охране труда и безопасности на рабочих местах. Это может быть постановочная работа по охране труда под ключ, может быть сервисное обслуживание, или подготовка к проверке, или помощь в расследовании частного случая на производстве. Центр охраны труда – компетентный помощник вашей компании в решении всех вопросов охраны труда, оперативный и с гарантией результата. Звоните 38-02-09. А в завершении о валютах. Доллар на сегодня 56 рублей 29 копеек, курс евро 69,85. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101ФМ.